В общем, Михайлович, Вам слово. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Разрешите мне представить доклад распознавания прослушанных слов по данным магнит-энцефалограммы с использованием коориционного фильтра. Ну вот, собственно, это было реализовано мной программой среди MATLAB. Значит, идея, которая лежит в основе этого алгоритма, она принадлежит Виктору Львовичу Леденскому и его помощнику Бортовому Константину Георгиевичу. А математическое, собственно, описание алгоритма сделал Бурлаков Евгений Олегович. Значит, это сотрудник Тюменского государственного университета. Начнем. Первое – это Испытуемый, но одновременно я буду рассказывать и об алгоритме, и о его проверке, о тестировании на группе Испытуемых. Значит, мы регистрировали 8 человек. Это праворукие 3 молодых женщины и 2 мужчины со средним возрастом 23,8 и плюс-минус 2,5 года. Один мужчина с 67 лет и один мужчина 23 лет, левша. В состоянии бодрственных они находились с закрытыми глазами, которые сидели в удобном кресле, специальной магнитоэкранированной камерой. регистрировали магнитосигнал на установке VectorView от 102 триплетов, каждый из которых состоял из одного амкетометра и двух радиантометров. При предъявлении предварительно записанных речевых стимулов в виде отдельных слов. Запись МЭК проводили с частотой дискретизации 1000 Гц в полосе пропускания 0,1-330 Гц и обрабатывалась программой MaxFilter, устраняющей артефакты. Уровень сигналов корректировали в соответствии с данными положения головы Испытуемых по отношению к датчикам МЭК. Проинструктированный Испытуемый закрывал глаза, и мы определяли три серии речевых стимулов длительностью 2,5 минуты. Эта серия была 2,5 минуты с перерывом в одну минуту. В каждой серии были представлены записи 43 аудиофайлов, содержащих 8 не связанных по смыслу, какой-то семантически они были связаны, а по смыслу они не связаны, тут как бы написано. Итак, атак прилагательных русского языка. Первые три слова не учитывались в анализе, как бы был разгон такой. Испытуемый прослушал слова и должен был нажать на кнопку после того, как понял значение предъявляемого слова. После нажатия или отсутствия реакции через полторы плюс-минус полсекунды предъявлялся следующий стимул. Ну а у нас, в наших экспериментах, в принципе, не было случая, когда испытуемый не нажимал на кнопку в течение этого времени. Вот здесь показано как раз среднее значение реакции на стимул. У одного испытуемых при предъявлении одного из слов. Ну это пять предъявлений здесь представлено, в принципе, за серию. Вот мы видим, что она не выходит за пределы 0,95 секунды. То есть такой разброс. Алгоритм распознавания слов по данным МЭК состоял, значит, из нескольких шагов. На первом шаге мы вычисляли ковариационные матрицы по данным МЭК. Это вот формула, собственно, ЦНК – это вот ковариационные матрицы. То есть мы получали набор для каждого слова. То есть в серии было у нас 43 слова, 3 слова отбрасывалось. То есть 40 таких вот матриц мы получали. Собственно, вот эта ковариационная матрица – это количество слов, то есть вот пять слов, которые были перемешаны все, и из них получалась серия 40 слов. А это, значит, номер слова, одного слова в этой серии. То есть первый раз, второй раз, третий, четвертый, пятый. И, собственно, сами данные мы превращали их ковариационные, эти данные мы превращали к ковариационной матрице. Отрезок был равен одной секунде, тысячи миллисекунд. Вот. Дальше мы получали набор фильтров, собственно, с помощью которых потом распознавали эти слова только по данным бэк, не сопоставляя, собственно, со словами. Но получали его при помощи, значит, двух средней. Среднее для одного слова, значит, из серии. Вот. И среднее по всем словам. Это вот здесь, как бы, второй набор операторов во второй формуле. Вот. В третьей формуле показан, как происходило распознавание. Значит, мы с помощью вот этих ковариационных фильтров накапливали веса для каждого слова. Вот. И если это третья формула, и четвертая формула – это мы получали, как бы, наилучший фильтр. Если в случае, если мы предъявляли, ну, случайно предъявляли какое-то слово, то, соответственно, мы могли найти номер фильтра, который наилучшим образом соответствовал этому слову. Вот. И, соответственно, это четвертая формула. И таким образом мы определяли, какое это слово. Вот. Дальше у нас будут показаны уже на примерах конкретных, как это все происходило, как работал этот математический аппарат. А вот это исходные сигналы в левой части слайда. Здесь показаны два сигнала, которые хорошо скоррелированы. Мы видим сигнал, похожий, да, хорошо на альфа-ритм. Вот тысяча миллисекунд. Здесь колебания, и на него наложено высокочастотное… Здесь это может быть и наводка, а может быть и какие-то высокочастотные компоненты. Но, в принципе, для анализа было важно именно анализировать вот эти вот низкочастотные компоненты, то есть компоненты, которые были в диапазоне альфа-ритма. Второй пример здесь показана антикорреляция, когда два канала антикоррелировали. И на матрице мы это хорошо видим. Вот у нас здесь желтые, так сказать, точки. Это там, где максимальное значение корреляции. Мы учитывали максимальное значение больше над 7. И вот осенненькие квадратики, точки – это когда у нас корреляция была отрицательной. Ну, чтобы понимать, что полученная корреляционная матрица, она имела и положительные, и отрицательные значения. Но мы учитывали вот для своих вычислений только положительную часть. Здесь показаны матрицы очищенные. То есть мы убирали, так мы учитываем только положительную часть, мы убирали, значит, диагональ, которая состояла из единиц. То есть корреляция канала с каналом, например, первый канал коррелирует с первым, канал второй второй с вторым. И там как бы с ними вопросов нет. Вот. И эту диагональ мы убирали. И также вот здесь показаны только точки, представленные со значениями корреляции больше над 7. Мы видим, что здесь между словами трудно вообще найти какие-то отличия. Вот. Может быть, при более тщательном анализе это можно найти. Ну, собственно, тщательный анализ – это то, что делалось дальше. Дальше мы находили усредненную матрицу для всех слов серии. Вот. И дальше получали уже непосредственно фильтры для каждого слова. И вот мы видим, что фильтры для каждого слова, они отличаются один от другого. То есть тут на глаз заметно уже отличие. Можно понять, что они отличаются. Вот. И последний этап – это уже распознавание. Вот здесь приведены распознавания вот всех 8 слов из одной серии. Ну, в принципе, я проверял это на всех испытуемых и на всех 24 словах это все работало. Но для простоты как бы изложения мы взяли только случай с 8 словами. Вот. И здесь мы увидим, да, здесь у нас, собственно, веса обозначены цветом. Вот это шкала. И, соответственно, они нормализованы оценкой Z-score, которая оценивает общую дисперсию всех сигналов. Вот. И показывает уровень для каждого сигнала. Каждый квадратик – это предъявленное слово. Вот если здесь у нас, например, слово «завитой», да, значит, здесь пять их предъявлений. Естественно, что они предъявлялись в разнобой, но здесь они представлены уже по порядку. Например, слово «кручен», «кудрявый», слово «кудрявый» у нас вот это второе здесь по оси Y, второе. Ну и, соответственно, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое и восьмое. Вот. И здесь мы видим, когда мы применяем фильтр, мы видим, когда, например, мы применяем фильтр и пропускаем через него матрицу, исходную матрицу с предъявленным словом, то есть мы все 40 слов пропускали через эту матрицу и получали какие-то значения весов. Ну вот здесь они очень разные для, так сказать, других слов и имеют низкий вес, а для слова, целевого слова, они имеют высокий вес, и, соответственно, всегда они вот выделены таким желтым цветом. Вот. Но здесь, конечно, для цветной шкалы это не так видно, как их значение. Поэтому посмотрим другую. Вот у нас что-то нарушается. А, вот. Так. Веса уже 5 распознанных слов. И, соответственно, здесь мы просто видим, что, например, распознанное слово, вот здесь такой синенький завитой, да, вот 5 распознаваний этого слова в серии, мы видим, что она никогда не пересекается со словами, которые не проходят через этот фильтр. Вот. И так же для других слов. То есть все слова, они идут как бы в отход, вот, находятся внизу, и никогда эта кривая не пересекает, значит, кривые, которые связаны с другими словами. Таким образом происходит распознавание этих слов. Вот. На всякий случай я посмотрел статистику по среднему, но среднее было там всего 5 слов, поэтому как бы среднее было не очень убедительное, но тем не менее. Вот дисперсионный анализ лесов по Анова. Увидим, что, значит, целевое слово, оно в некоторых случаях достоверно отличается. Вот, где стоят крестики. А в некоторых случаях мы видим, что она имеет, конечно, меньшую дисперсию, но все-таки там недостаточно, видимо, мощности для того, чтобы являться достоверным отличием. Вот. Но это говорит о том, что, в принципе, конечно, алгоритм нуждается в доработке, но и работает пока что удаленно на троечку. Вот. Для того, чтобы понять, собственно, с какими датчиками связаны вот эти разницы и с чем связано это распознавание, мы локализовали компоненту 100 миллисекунд. И здесь просто никаких, так сказать, должностей не было. И компоненты N100, вот здесь мы видим сигнал МЭК при предъявлении этих слов. Вот. И компонента 100 миллисекунд, она локализовалась в зоне верники. Тут никаких сюрпризов как бы нет. Вот. То есть там, где она должна указываться по всем, так сказать, знаниям, которые мы знаем о анализе слов, вот там она и локализовалась. Вот здесь нижний правый рисунок мы видим, собственно, на эту локализацию, синие и красненькие поля. Это вот говорят о том, что магнитное поле здесь входит, здесь выходит. Ну, то есть источник где-то здесь находится. Вот. И карту распределения магнитных полей мы видим. Соответственно, у нас диполи расположены в одном направлении, то есть где-то под 45 градусов по изолении они находятся, электрические диполи. Вот. Здесь мы посмотрели, собственно, какие датчики отвечают за вот эту вот особенность. То есть они реагируют, в принципе, все на слово, но есть датчики, которые, собственно, мы ориентируясь на фильтры, мы выделили и посмотрели, и мы видим, что здесь, конечно, на разные слова реагируют особенным образом. То есть есть датчики, которые реагируют одинаково на все слова. Вот. Но их здесь нет, а вот те, которые, так сказать, реагируют, имеют связи с другими датчиками. Вот. И, собственно, они отражены в фильтрах, которые мы выделили. Вот. Мы перенесли вот на общий слайд, и мы видим, что как бы отличия на глаз есть. Собственно, с этими связана разность в сигнале магнитенцифолограммы, на разные предъявленные слова. Вот. Мы также посмотрели, сколько магнитометров и сколько градиентометров реагируют избирательно. То есть, опираясь на маски, посмотрели число магнитометров и число градиентометров, реагирующих избирательно. Вот. То есть, магнитометры у нас, они регистрируют глубокие источники, а градиентометры поверхностные источники. И вот, например, Виктор Львович, он использовал там для своих, для своих, так сказать, исследований только градиентометры, только поверхностные источники. Но все-таки здесь мы можем убедиться, что магнитометры, которые отвечают за глубокие источники, они тоже важны, и тоже их надо учитывать в анализе и в распознавании слов. Значит, я здесь поясню. Вот эти стабельки, они, собственно, показывают, значит, для всех субъектов представлены, вот, для каждого субъекта они отделены промежутком. Вот. И здесь представлены три серии предъявлений слов. Три стебелька – это три серии предъявлений. Вот. Первый стебелек, он обычно выше всех, это магнитометры. Да? Вот. Значит, и мы видим, что их достаточно много. Вот. И, собственно, если сложить градиентометр, это второй и третий стебелек, да, то градиентометра будет где-то больше, но дело в том, что градиентометра у них в два раза больше, потому что есть градиентометр, направленный в одном направлении, есть градиентометр, направленный под 90 градусов, поэтому и в два раза больше. То есть, мы имеем 102 магнитометра и 204 градиентометра. Таким образом, можем сказать, что относительно больше у нас число магнитометров участвует в распознавании, чем... А можно вопрос? Да, пожалуйста. Да. Значит, каждый стебелек это повторение слова? Каждый... Нет, каждый стебелек здесь предъявлены три серии. Вот три стебелька это три серии предъявления слов. Поэтому мы как бы все слова взяли вместе в кучу. Что значит три серии? Они повторяются в каждой серии? Нет, серии разные. Серии разных слов. А почему такой паттерн, что всегда первый стебелек выше? А потом низкий, потом опять выше, потом два низких, почти у всех этих... Ну, мы просто здесь хотели показать, что магнитометры реагируют имеют значение для распознавания слов. Вот чем была собственно задача. И действительно вот мы видим, что они всегда высокие. Но магнитометров значит у нас здесь вот, ну, предположим, здесь 90, да, а если градиентометры посчитаем в сумме, то их так тут будет где-то 120. Да, не очень понятный рисунок все равно для нас. ну, я вам ну хорошо демонстрирую то, что магнитометры принимают участие в распознавании, вот, то есть глубовие источники. Мы сами разознаем, наверное, магнитометры отвечают за глубокие источники, а градиентометры отвечают за поверхностные источники. То есть в анализе слов у нас глубокие источники, тоже имеет свое веское слово, понимаете? Но как бы никто это не смотрел, мне надо было убедиться, что это так. Ну и, собственно, выводы. Предложен алгоритм распознавания слов, предъявляемый голосом по данным их, который может быть использован как основа для создания мозг-компьютерных интерфейсов при инвазивной регистрации активности мозга для определения опорных датчиков с последующей локализацией источников, связанных с структурой мозга, принимающих участие в анализе слов, для повышения эффективности нейросетификаторов в качестве первичного звена. Алгоритм эффективен независимо от физиологических особенностей мозга. Что я здесь имею в виду? Это то, что у нас был один испытываемый пожилой и один испытываемый левша. И алгоритм проработал независимо от возраста и от группости. Но это, конечно, доказательство слабое, потому что у нас только один был. Но если расширить эти исследования, то можно это доказать уже статистически достоверно. И можно предположить, что распознавание слов основано на активности структур, связанных с семантическим смыслом прослушанных слов. Потому что мы знаем работу Холмута, который на ФМРТ показал, что представительства не слов, а их семантического смысла, они разбросаны по широким областям коры. И не связаны, кстати, с сенсорными отделами, а связаны с другими отделами. И последний вывод – это, что для распознавания слов алгоритм использует как поверхностные, так и глубокие источники магии та энцефалограммы. Вот все. Спасибо за внимание. Вот у меня опять не переводится. Так.